всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я уже говорил что в наших краях живет достаточно много иностранцев смысле не испанцев возможно поэтому в окрестных супермаркетах есть отделы со специалитетами с продуктами разных окрестных стран ну там немецких голландских продуктов и есть отдельные отделы каламбур получился отдельное дело так вот есть отдельные отделы с мексиканскими продуктами например вот такой здесь как вы видите все заставлено и чипсами и бархитосами и соусами выбор просто сумасшедший или вот такой раздел это конечно не мексиканский это текс мекс но тоже близко или такой здесь опять же он куча соусов и корзинки кстати вот именно такие и понадобятся мне для сегодняшнего рецепта так вот я давно присматриваюсь к этим лодочкам и сегодня решил пофантазировать немного на тему такой псевдо мексиканской закуски почему псевдо да потому что это не какой-то конкретный рецепт который где-то подбрил а скорее и две идеи на основе короче не буду мучиться с формулировками а просто приготовлю вы посмотрите и сами решите как называть и так нам понадобится фарш из говядиной свинины и куриные бедрышки лук чеснок перец помидоры авокадо томатная паста отваренная красная фасоль кукуруза короче прочитайте я собираюсь приготовить две закуски мне понадобится две сковороды на одной буду обжаривать фарш сразу же надо посолить добавить черного перца а на второй в обоих случаях наливка в масле вот на второй бедрышки но сначала надо присыпать их солью перцем и мукой чтобы румяная корочка быстрее образовалась и была ярче вкуснее да косточки я заранее удалил за кадром что ваше время не тратить складываю заметьте шкуркой вниз фарш надо разбить лопаткой и не кладите его сразу много на сковороду иначе мгновенно остынет сковорода остынет и фарш будет тушиться долго высохнуть напрочь самое время нарезать овощи острым ножом самора хай карбот и бегну к магии кино лук белый лук красный чеснок перец красный перец зеленый и кстати тоже сладкий сорт называется итальяна по крайней мере под этим наименованием он подается наших окрестных магазинах так что-то у нас с обжаркой ну курочка выглядит великолепно фарш тоже все отлично можно добавлять лук и чеснок и перемешать что касается фарша вообще это я готовлю некую вариацию или очень давно ссылочку вот здесь повешу смотрите там если интересно если вы пропустили курочку уже надо вытаскивать я сейчас не собираюсь сюда готовности доводить обратите внимание она чуть позже вместе с овощами будет доготавливаться так а на сковороду вместо нее отправлю перец красный лук и чеснок и к фаршу надо тоже добавить перец так лично и томатную пасту и перемешать и знаете что по хорошему к фаршу надо бы добавить наверное бульона но я хочу добавить немного красного сухого вина так это чтобы мясной соус получился по вкусу более насыщенный и не такой сухой что ли курочку надо нарезать кусочками на один укус и отправить их обратно на сковороду и перемешать вы спросите а чего сразу курицу не нарезал кусками так не обжаривал да потому что мне очень нравится поджаристая куриная шкурка а если нарезать кусочками так обжаривать то в жизни этой поджаристости этой хрусткости не давится курица сразу даст сок все начнет тушиться и будет сухое куриное мясо и никаких поджаристых вот этих вот шкурок хоть плач потом самое время нарезать чили перца раз мексика значит все должно быть острым так ведь и его тоже в сковороды сюда и сюда супер ну и для пущей остроты надо добавить табаско я накапаю зеленого сюда и сюда и остались последние штрихи в эту сковороду пойдут бобовые красного цвета фасоль во вторую я хочу добавить кукурузы это у меня уже отваренная она так и продается у нас вареных початках вот так все закуски готовы но чтобы хоть немного погасить пожар от этой остроты я хочу добавить немного свежих деталей во-первых авокадо как с ним разбираться все прекрасно знают верно примерно вот так нарежу и лимонного сока ты во-первых и добавить яркости авокадо во вторых позволит подольше сохранить его цвет а теперь помидор семена удалить чтобы лишней воды не было вот все остальное нарубить кубиком ну и можно сервировать тесто этих корзиночек такой же как в тонком лаваше так что можно особенно не заморачиваться производитель рекомендует прогреть 15 секунд каждую такую лодочку на максимальной мощности мегаволновки либо 78 минут в обычной духовке при 160 170 градусах но я ничего не грею потому что по большому счету это ничего не дает больше того можно вообще в маленькие порционные тарелочки эти соусы выложите рядом поставить тарелку с чипсами из обычного лаваша ну или кукурузных готовых чипсов сыпануть тут простор по подаче просто огромный вот эдакие тарталетки мексиканском стиле получились в условно мексиканском так ну что у нас тут это бархитес лодочка фантазия на тему чили конкарная я уже говорил так остро ярко но знаете нет вот мне остроты не хватает халапеньо добавлю он у меня маринованный парочку таких коричек сюда его теперь с халапеньо с авокадо такая красота да ровно то что хочется классно я бы сказал супер классно потом доем так теперь что на с курочкой так сначала кусман курицы вот эту тащу подрумянинный курочка сочная и шкурку этот пожаристый чувствуется курочка не пересушена это вот вот такой классный способ то есть сначала в большом куске обжариваешь на сильном огне до румяности не до готовности там снимаешь нарезаешь и быстро быстро доводишь до готовности класс так что-то с овощной составляющей из смотрите опять курицу зацепилась наверное очень люблю курицу с кукурузой и с прочим тоже очень классное сочетание можно наверное положить немного больше помидорок можно на отдельную лодочку отдельный бархитес положить вот этот салат помидор на авокадный с лимонным кисло с лимонной кислотой можно даже немножко оливочек доплеснуть будет классно вот вам простейший способ подачи таких простых фантазийных блюд можно поставить на стол две таких вот сковородки и каждый себе по желанию накладывает в такую лодочку лодочки это по сути обычный лаваш который на форму даже на банку так вот накрыли и в духовку на минут 8-10 наверно для того чтобы они подсохли и приняли такую форму а может так не заморачиваться можно в принципе поставить эти сковородки или каждому порционную тарелочку куда положить вот этих классных соусов рядом подсушенный нарезанный лаваш в виде чипсов или вообще готовый кукурузный выложить и приложить короче мне кажется это классный способ для такого фуршетного стола можем берите на вооружение спасибо вам за за компанию и всем пока да и не забудьте предложить в комментариях свои варианты как облагородить эти два простеньких соуса пока ты и и и и и и и